Итак, всем доброе утро! Доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро! И 31 декабря, последний день 20-го года, тяжелого, тяжелого, такого интересного 20-го года, который закончился. И, значит, мы продолжаем изучать стабильно, стабильно каждый день мы изучаем уроки Торы. И сейчас мы уже завершаем притчи царя Соломона, 29-я глава. И сегодня у нас 29-я глава, значит, 29-я глава, 15-й отрывок. 15-й отрывок, он очень воспитательный. Он очень воспитательный, и он объясняет то, что происходит с каждым из нас, с миром вообще в целом. Очень этот принцип, который царь Соломон сейчас нам объяснит, он очень, очень такой, знаете, он работает, этот принцип духовный, работает во многих сферах. Итак, значит, говорит царь Соломон в 15-м отрывке. Значит, здесь полностью прямо вся воспитательная схема, как воспитывать подростков, все здесь отражено. Значит, первое слово переводится шевет, ветохахат и тенхахма. Значит, шевет это палка такая, палка. Переводят неправильно, что это розги. Нет, это посильнее, чем розги, такая серьезная палка. Раньше главный воспитательный инструмент был палка такая, да? И, значит, это палка и тохаха, это увещевание, объяснение. Тохаха переводится. Значит, палка и интеллектуальное объяснение дают мудрость. То есть, мудрость в голову ребенка, подростка, взрослого. Можно вбить божественную мудрость только палкой и объяснением. Два варианта. Сейчас мы узнаем, почему. Венар, мишелах. А подросток, который, мишелах, это, который оставленный такой, мишелах, а махнули на него рукой. Не будем его ни бить, ни объяснять. Мивиш и мо. Он позорит маму его. Значит, смотрите, что получается интересно. Значит, у человека есть три мозга. Это известно уже психологам, вообще современная теория описания работы мозга. Есть такая, Пол Маклин его звали. Он очень приняты, такая теория, как три мозга, да. Есть у человека инстинктивный мозг, инстинктивная часть мозга, которая работает абсолютно без участия, без участия сознания человека. Человеку не нужно думать, как стучит сердце, человеку не нужно думать, как работает иммунитет, человеку не нужно думать, как поднять руку, как опустить руку, как пробежать. То есть все эти процессы, они у него уже запрограммированы. То есть есть такой мозг, который отвечает за инстинктивные действия. Дальше. У человека есть эмоциональная сфера, лимбическая система. Эмоциональная сфера, она, это такая энергетика, то, что называют психосоматика. У человека есть мысли какие-то. Вот он увидел что-то, увидел он луну, такая луна. И вот у кого-то луна вызывает какую-то там эмоциональную возвышенность. А другой луну увидел, и она у него ничего не вызывает. То есть эмоциональная сфера, она формируется в течение жизни, и на разные аспекты реальности формируются эмоции. Есть позитивные эмоции, это когда человеку нравится то, что он воспринимает. Есть негативные эмоции, когда ему не нравится то, что он воспринимает. И их интенсивность, этих эмоций, она идет от просто чуть-чуть нравится, приятное эмоциональное состояние до, это как бы вот если взять норма такая, безэмоциональное состояние. Потом в плюс эмоции идут, да, спокойно, нравится, очень нравится, прямо восторг и так далее. А есть негативные эмоции, скучно, раздражает, там бесит, я не знаю, у каждого свои какие-то есть гнев, там ярость и так далее. Это страх негативной эмоции. Теперь и у человека эти эмоции, они формируются в течение жизни, как такие, вот маленький ребенок, да, он видит, например, кошку. Кошка на него прыгнула, он испугался. И у него в эмоциональной сфере прям записалась мини-программа такая эмоциональная. Он теперь видит кошку, он все время испытывает тревогу. А другой ребенок, он увидел собачку маленькую, и собачка, она ему в руке облезала, он с ней игрался. И он дальше видит собачку, у него, значит, отлично, у него прям всегда радость. Понятно, да, идея? Теперь и есть у человека интеллектуальная часть, которая начинает формироваться от возраста плюс-минус пять лет. Когда человеку объясняют правила поведения. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Ему объясняют, смотри, тебе приятно забрать игрушку у другого мальчика? Приятно. Нельзя. Нельзя. Ты нарушаешь право частной собственности. Бог сказал, что нельзя воровать, нельзя грабить. Нельзя. Он говорит, ну как нельзя, но мне же хочется. Ему говорят, нет, в этом мире есть вещи, которые хочется, и они нельзя. Есть вещи, которые хочется, и они можно. И у человека формируется система смыслов, система правил, система принципов, система интеллектуальная, по которой он должен жить. И она очень часто идет в противоречие с его эмоциональной сферой. Ему эмоциональная сфера говорит, хочу, вот мне вот это хочется, да, там, некошерная еда. Интеллектуальная часть говорит, нельзя, извините. И он, ну нельзя так нельзя. Понятно. Теперь нам здесь царь Соломон объясняет, как подростку объяснить вот эти вот законы божественной мудрости, которые могут быть интеллектуально непонятны. Например, в субботу нельзя ездить. И приезжает какой-нибудь еврей из Советского Союза в Израиль и говорит, я не понимаю, а почему нельзя ездить? Бог так сказал, в субботу нужно отдыхать. От захода солнца в пятницу до выхода звезд в субботу нельзя евреям ничего делать. Нельзя. Он говорит, я не понимаю этого. Нет, мне это непонятно. А как ему объяснить, что нельзя? Ну вот как? Это же нельзя? Нельзя. Теперь подростку родители объясняют следующим образом. Они ему объясняют, что правильно, что неправильно. Вот ребенок лезет в розетку, маленький ребенок, ему хочется играться, и он хочет засунуть пальцы в розетку. Что делают родители? Они ему объясняют, нельзя, нельзя так делать, ударит током. Ребенок говорит, понял? Он, да, понял. Но ребенок же он понял, не понял, у него еще голова такая, она разболтанная. Он опять лезет в розетку. Тогда что делает родитель, которому жалко ребенка, который хочет его воспитать? Он должен взять и ему как-то показать, что будет больно. Будет больно ему. И в этот момент, в этот момент, на эмоциональной сфере ребенок запомнил. То есть обучение должно идти не только на интеллектуальном уровне. Обучение должно идти на интеллектуальном и на эмоциональном уровне. Мы изучаем притчи царя Соломона, сейчас 15 отрывок 29 главы, что палка и наставление дают мудрость. И подросток, которого оставляют от воспитания, его не воспитывают, не наказывают, он позорит потом маму. Почему маму он позорит, вы знаете? Потому что обычно мамы, они жалеют своих детей. И они говорят, не надо их наказывать. Их наказывать детей нельзя, говорят мамы. Это не педагогично, не милосердно и так далее. И мамы, они своих детей жалеют. Папа, конечно, он понимает, папа, что ребенка, особенно мальчика, надо воспитать мужчиной. А что значит воспитать мужчиной? То есть он должен и понимать, что такое боль, и уметь терпеть боль. И он должен быть мужчином. Любой мужчина понимает, что такое быть мужчиной. Но когда он начинает на сына своего, например, ему говорить, ты что так себя ведешь, что делает мама? Нет, не кричи на него, не наказывай его, он хороший. Он-то хороший, папа знает, что он хороший. Но потом рождается взрослый человек. И взрослый человек, он не умеет собой управлять, потому что он понимает, что ему правильно делать зарядку. Он интеллектуально понимает, что ему надо учиться. Он интеллектуально понимает, что надо правильно и так далее. Но у него нет инструмента, как заставить себя это делать. У него внутри нет вот этой жесткости, которая на эмоциональном плане может сломать вот это внутреннее животное. Понятная идея? Это то, что нам царь Самон рассказал про воспитание. Пятнадцатый отрывок, еще раз. Шевет вето хахат и тен хахмат. Только палкой и объяснением можно сделать человека мудрым. Мудрым, то есть передать ему божественную мудрость. А почему так? Божественная мудрость это не человеческая мудрость. То есть там Бог сказал, это так. И иногда это непонятно. И вот только если родители воспитывают ребенка и на плане объясняют, и на эмоциональном плане у него прям заложено, что нельзя делать неправильные вещи. Только тогда ребенок будет воспитанный и потом будет благодарить своих родителей, что дали мне правильное воспитание. На сегодняшний день система воспитания другая. Все, детей нельзя ни в коем случае не бить, не наказывать, не вообще кричать на них. Ничего нельзя. Мы посмотрим на следующее поколение, каким оно будет. Увидим, каким оно будет. Мы уже сейчас видим, каким оно стало. Последние поколения, вот плоды вот такого воспитания. Мы видим, ну в общем, я не хочу сейчас в это вдаваться. Все. Хорошо, двигаемся дальше. Шестнадцатый отрывок. Он нам показывает, что будет, если вдруг большинство людей станут грешить. Что будет? Шестнадцатый отрывок. Когда умножаются злодеи, умножается грех. То есть, это как бы очевидная вещь. Много злодеев по количеству и по качеству. То есть, бывает, что злодеи такие, он, например, может быть их вначале мало, но они прям качественные злодеи, да, такие прям, как нацисты были, да, злодеи-злодеи. Была маленькая кучка, и они, значит, бах, такие. Интересно, что два процента населения, объединенных одной идеей, могут сдвинуть любое население. Девяносто восемь процентов они заставят делать то, что они хотят. И мы сейчас видим, как это в мире происходит. Когда два процента активных объединяются, они просто двигают общество, куда хотят. Говорит нам царь Соломон три тысячи лет назад. В притчах царя Соломона Мишли, это Тора, это входит в христианскую Библию, говорит он следующую идею. Бербодри Шаим, когда умножатся злодеи, умножается Пеша. Пеша это грех, причем грех такой открытый, да, то есть, когда идет общество просто против божественных законов в открытую. Они увидят их падение. Они уже видят заранее падение общества, то есть, они видят, куда это идет, духовные законы. И они, конечно, праведники, они возмущаются, что так происходит, что люди отходят от божественных заповедей. Но часто сделать-то они ничего и не могут, праведники, да, потому что злодеи, они сильнее. Злодеи, они сильнее. И особенно, когда они объединяются. Вот сейчас мы видим в обществе объединение злодеев. Например, я конкретно уверен и выступаю, знаю, что это мне может повредить в каких-то моих там, кто-то может меня осудить, но я конкретно говорю, что по религии запрещены братья между мужчинами. Запрещено, всегда было запрещено. То есть, это грех. Это факт. Теперь, сейчас 2-3% активных гомосексуалистов, они сдвинули все общество и заставили всех принять абсолютно абсурдную идею, что два мужчины это могут быть семьей. Это абсолютно абсурдная идея. Они не могут быть семьей. То есть, это взять, украсть понятие семьи, которое было тысячи лет, украсть это слово, украсть это понятие, и взять то, что всегда называлось конкретным грехом мужеложества, это грех конкретнейший, взять и это назвать святым словом семья. Это проблема. И общество, которое все это приняло, общество, которое абсолютно сидят и наблюдают за этими парадами гордости, они теперь пожинают свои плоды, когда дети, которые абсолютно к этому не имеют никакого отношения, не дай бог, в следующем поколении будут приходить домой, потому что это модно, потому что это, это, но это же нормально, говорят вдруг дети своим родителям, которые всю жизнь и тысячи лет люди понимали, это ненормально. И из-за того, что 2% каких-то вот именно людей, которые идут, они конкретно против Бога, они конкретно против законов человечества, они сдвинули все общество. Посмотрите, что творится. И сейчас человек, который говорит что-то против этого, говорит так, как говорили наши отцы, деды, прадеды, тысячи лет, такого человека его могут осудить, в тюрьму посадить, видите? То есть это страшно, это реально страшно. И сказал нам царь Соломон в 16-м отрывке притчи, 16-й отрывок 29-й главы, берботри шаим, когда умножится злодеи и рбпша, умножится грех, это стало нормой. Это стало конкретной вдруг нормой. Почему это стало нормой? Стало не нормой, если ты нормальный. Если ты такой, каким Бог тебя создал. Это стало вдруг, как ты устаревший такой, да? Значит, что мир катится тогда к разрушению? Вы цадиким бы, молотам и ру. Но цадики, праведники увидят их падение. Увидят их падение. Мы видим, что все те общества, которые узаканивали вот эти вот взаимоотношения, все эти общества разрушались. Это чистый факт. Греция, Древний Рим и так далее. Все эти общества, которые признавали это нормой, Бог их после этого уничтожал. Все. Все. Хорошо, друзья. Я желаю, чтобы мы все приняли для себя. Кстати, интересно. В одном из предыдущих уроков, вот здесь я вам скажу, какой это был урок, вот здесь написано, сейчас, секундочку. Это был отрывок, отрывок этот был какой? Сейчас. Вот. Это был отрывок, седьмой отрывок 29 главы, что знает праведник суд, за что идет суд на бедных. А злодей он не понимает, не постигнет знания. Теперь что получается? Здесь написано, что за какие грехи приходят какие наказания на мир. И написано, что приходит на мир мор. Мор это эпидемия. За то, что сами люди перестают наказывать и считать грехом то, что Бог назвал грехом, смертным грехом. То есть, мужлоство это один из смертных грехов. Теперь, если общество, то, что Бог назвал грехом, признает теперь не грех, то приходит, написано, что за это с неба эпидемия. Все, вот так вот. Хорошо, дорогие друзья, все, давайте на чем-то позитивном закончим. Закончим на позитивном. Написано в конце сегодняшнего отрывка, что праведники, они увидят падение злодеев. И я считаю, что каждый из нас, каждый из нас должен большая часть внимания уделять себе, естественно. Но мы не можем как бы отвернуться от процессов, которые проходят в обществе, и сказать, что ладно, как-то без меня все устроится. Кто-то из таких великих людей сказал, что для того, чтобы зло восторжествовало, хорошим людям достаточно просто ничего не делать. И когда каждый хороший человек думает, что да, без меня справятся, без меня справятся, без меня справятся, в итоге что получается? В итоге злодеи, которые 2% решили активно качнуть общество, они могут сделать и Октябрьскую революцию, 17-й год, когда маленькая кучка злодеев. И в принципе, обществом всегда правит маленькая-маленькая кучка людей, которые просто самые активные. Они, объединившись, захватывают обычно власть. Все, я очень советую, желаю, чтобы в этом году, в наступающем году, 21-м календарном году, чтобы в каждой стране власть захватили действительно добрые, честные люди, которые думают о будущем. Тут интересно, что самые крупные страны сейчас, например, Европы, ими управляют люди, у которых нет детей. И как бы им очень странно, что выбирают управлять Францией, Германией, людей, у которых нет детей, и которые абсолютно даже не понимают, что есть будущие поколения, что нужно думать о том, что будет с миром дальше. Ладно, все, удачи, успехов, всем хорошего дня, хорошего года, пока. Субтитры создавал DimaTorzok